Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Ермилова. Сегодня у нас будет тема, как выпустить собственно себя на свободу, жизнь по собственным правилам. Почему вообще, что за тема такая? Дело в том, что чем больше я работаю с людьми, общаюсь, наблюдаю, все это я делаю одновременно, тем больше я замечаю, что мы настолько живем в своих маленьких стереотипах, в маленьких окошках, в маленьких рамках, и настолько все время нам необходима оценка со стороны, правильная поступая или хорошо, мы сами себе создаем некие рамки, и почему-то эти рамки обычно очень узкие. Обычно мы очень любим в себе копаться, наказывать себя, считать, что мы недостойны чего-то, считать, что мы неправы, считать, что мы кого-то обидели. И я замечаю, что любая абсолютно ситуация, в которой, казалось бы, можно радоваться, мы начинаем при этом думать обязательно, значит, кому мы в этот момент сделали плохо. Вот такое происходит. И я наблюдаю за этим регулярно, когда человек получает какое-то, ну, что-то, что для него имело значение, он так этого добивался, ему хотелось, может быть, он страдал, потому что у него этого не было. И вот он это получил, и тут же, тут же включается кнопка самоедства, тут же включается, да как же так, а если кто-то от этого пострадает, а я теперь себя дискомфортно чувствую, потому что здесь мне хорошо, а теперь стало плохо. И вот вы знаете, в общем-то, наверное, в этом и выражается ответ на вопрос, почему мы не можем быть богатыми, успешными и счастливыми. Давайте начнём с ключевого момента, да, с очень простого. Что такое вообще мы с вами живём во Вселенной, да, у нас есть некое пространство, у нас есть некая атмосфера, да, слой атмосферы, есть какие-то деревья, какие-то животные сумасшедшие, есть вода. В общем, мы живём в совершенно каком-то фантастическом мире, который кто-то создал, да, и каким-то образом чудодейственным мы приходим с вами в мир с помощью секса, да, давайте так назовём это, а не этот половой акт, как-то ужасно. И вдруг в организме женщины, значит, благодаря тому, что туда попала, простите, какая-то капля какой-то фигни, значит, рождается человек, да. Ну, просто вдумайтесь в фантастичность данного процесса, просто как ребёнок может с помощью яйцеклетки и сперматозоида может родиться великий человек, да, просто вдумайтесь в это. Я хочу, чтобы вы, когда мы просто будем обсуждать дальше какие-то темы, многие люди начинают говорить, я этого не понимаю, это бред, так не бывает. Но начните тогда с глобального бреда появления себя на свет. То есть, когда ты начинаешь понимать, как ты появился на свет, то тогда вопрос, вау, как работает интернет и как мы коммуницируем по всему миру, уже не настолько актуальный и кажется не настолько сложным, потому что как создался человек. Вот заметьте, мы с вами, когда, не дай бог, происходит какая-то проблема, мы не можем вырастить новое сердце, мы не можем переродить руку или больной орган другому человеку. Вот, но вначале мы способны всё это создать, да, то есть мы это создаём. И я хочу, чтобы вы просто понимали вот эту фантастичность этого мира. По сути, занимаясь изучением, да, из чего состоит наш мир, из чего, как это всё движется, пришли учёные к следующему моменту, что всё в мире есть энергия. И человек, если его рассмотреть и разобрать его на мельчайшие там атомы и прочие частицы, которые являются значительно меньше, получается, что всё уходит в некую пустоту, в некую энергию. И существует только одно. Есть сознание, это потрясающая опция, функция человека, его головной мозг, с помощью которого мы создаём своё пространство таким, как мы хотим. То есть мы с вами находимся в мире, в пространстве, где мы можем притянуть в свою жизнь абсолютно всё, что захотим, в зависимости от того, чего мы захотим. Но тут начинается самое интересное, потому что, исходя из того, что мы с вами растём в неком обществе, где есть множество правил, которые кто-то понапридумывал, посоздавал системы, в которых человек может жить, в которых есть некое общество, государство, государственные устрои, мы с вами рождаемся и начинаем жить по большому количеству разных правил, принимая это за то, что мир таков есть. То есть мы с вами находимся в реальности, которая является для нас такой, как нам её передали родители и как мы дальше её себе прослушали. И большинство из нас в этой реальности видят проблемы, видят сложности, видят, что всё достаётся тяжело, и, исходя из этого, наши реальности формируются, потому что наше сознание функционирует с пространством, с помощью мыслей. И то, о чём мы думаем, то и является нашей составляющей. Но не всегда прям в буквальном смысле, а обычно это идёт момент энергии, позитивной или негативной. То есть если мы с вами посмотрим такую шкалу, вот представим себе, что здесь у нас всё круто с плюсиком, а здесь у нас всё плохо с минусиком, то есть плюс — это наша радость, это наша способность чем-то увлекаться, индикация, это наша способность любить, это наша способность делать что-то крутое, то, что приносит нам удовольствие. Тунис — это наша депрессия, это наша неуверенность, это наше недовольство, это постоянный поиск каких-то проблем в своей жизни. И, исходя из того, находимся мы со знаком плюс или минус, в нашу жизнь по закону притяжения притягивается подобная вещь. А теперь посмотрите. Вот мы с вами хотим чего-то в жизни получить. Мы активно стараемся, делаем, мечтаем, работаем над этим, и мы это получаем. И буквально сразу же, когда мы это получаем, мы начинаем искать, значит, минусы. Ну, например, блин, надо было что-то другое делать, а если бы я знала, что так тяжело это будет, то я бы этого не делала или не делал, не хотел. Вот, например, даже находясь в отношениях, вы там разрываете какие-то отношения, для того, потому что вы там влюбились, и у вас начинаются новые отношения. И вот вы влюбились, это история реальная моей подруги, которая развелась со своим мужем и впала в огромную депрессию, в огромнейшую эмоциональную яму. Она развелась ради мужчины, которого она влюбилась, и у нее была такая сильная депрессия, что она, ну так, она сильно переживала, вроде уходила к любимому, но переживала сильно за мужа и за их отношения, что у нее случилась сильная депрессия, и она попросила мужчину, которому она ушла, попросила дать ей паузу восстановиться, потому что ей было так плохо, что она боялась, что она и этого мужчину за собой утащит свою депрессию. Он сказал, конечно, я все понимаю, но пока она восстанавливалась, через полтора месяца он уже женился, нашел себе другую женщину, и она уже была в положении. Как понимаете, депрессия только усилилась. То есть, понимаете, вроде бы как ты что-то делаешь, и очень часто мы что-то делаем в себе во благо, но при этом мы начинаем расстраиваться. Или, например, очень долго хотела моя подруга купить абонемент в фитнес-клуб, какой-то определенный, хороший, вот ей хотелось, потому что она недовольна своим телом. Она купила себе абонемент в фитнес-клуб, пришла и сказала мне, позвонила вечером, я больше туда не пойду. Я спросила, почему, она сказала, там все очень красивые, подтянутые, стройные. Такое ощущение, что я пришла вообще в какое-то место, где там живут идеальные люди, я на их фоне чувствую себя гораздо хуже. В своем мире я не такая отвратительная, поэтому я туда ходить не буду. Понимаете, вот, хотя ее мечтой было туда попасть, и она считала, что если она попадет в этот клуб, то все, значит, у нее будет мотивация ходить, заниматься и быть красивой. Я могу приводить таких примеров в миллиард, потому что мы постоянно, вот, из смешного, да, тоже у меня есть подруга, которая купила себе платье, которое она очень сильно хотела, оно было дорогим для нее, и вот она мечтала-мечтала, и в итоге она его купила. Она его купила, и потом звонит мне расстроенно и говорит, платье я купила, но к нему теперь нужны определенные туфли, а у меня бюджета точно нет, поэтому платье будет висеть, и вот она опять расстроенная. К чему я это говорю? Неважно вообще по какому поводу вы радуетесь и огорчаетесь, это вообще самое забавное в жизни, не важна причина, то есть наш мозг не совсем понимает причину, он понимает только плюс или минус, и он к вам подтягивает ситуации, обстоятельства различные в жизни со знаком плюс или минус, в зависимости от того, что вы излучаете. Поэтому когда вы говорите, в какой-то момент о том, что мне сейчас плохо, и надо, чтобы стало хорошо, я буду страдать до тех пор, пока мне не станет хорошо. Оказывается, что вам хорошо никогда не станет, потому что если вы вибрируете на частоте плохо, вам хорошо не может стать. Ну, не может. Да, бывают иногда какие-то проблески, ситуации, когда вам что-то откликается, но если вы смотрите на это сквозь очки, в которых написано плохо, то вы эту ситуацию будете транслировать снова как плохо, то есть она для вас снова будет плохой, и соответственно, ничего таким образом вы исправить не в состоянии. Что самое забавное, опять-таки, для меня является, это то, что в мире вообще не существует чего-то со знаком плюс или минус. То есть все нейтральное, просто все есть. А мы с вами, когда выбираем это с полочки, такого жизненного огромного супермаркета, именно тогда мы подставляем к этому некую свою трактовку. Хорошо это или плохо? Вы начинаете отношения с мужчиной и говорите, блин, плохо, что он был уже женат, я хотела, чтобы мой мужчина был не женат. Казалось бы, ну какая вам разница, был он женат или не был женат, но вы уже сразу же наделили это неким маркером. Это плохо. Или начинаются отношения, и вы говорите, вот у нас с партнером большая разница в возрасте, это проблема. А почему это проблема? То есть проблемы еще нет, вы еще ее не нашли, не обнаружили, вам просто нравится ваш партнер, который старше вас или младше вас, но вы уже изначально считаете это проблемой, потому что когда-то кто-то вам рассказывал о таких отношениях, и вы думаете, что такие отношения просто не могут быть, например, нормальными. То есть, понимаете, вот эта наша личная маркировка в жизни хорошо и плохо, она нам всегда усложняет жизнь самим. И все абсолютно правила, которым мы стараемся подчиниться, правила общества, там еще какие-то правила, мы сами себе, мне кажется, выбираем для того, чтобы под них нам было удобнее страдать. Вот тут большой вопрос, почему для большинства людей состояние страдания гораздо более комфортное, чем состояние кайфа? У меня всегда есть один любимейший пример, связанный с телом, с вашей физической формой, потому что большинство, вообще самый популярный запрос в интернете, всегда как похудеть. И большинство тем, которые, точнее не так, самая частая тема, которая обсуждается между женщинами, это то, что я на диете, или я хочу похудеть, или мне вот твою фигуру. То есть вопрос тела нас всех интересует. Вопрос того, каким образом сбросить лишний вес, ответ на этот вопрос очевиден. Правда? Все его знают, но при этом миллионы женщин и мужчин страдают от лишнего веса, ищут себе супердиетологов, кто бы их закодировал, кто бы что-то сделал для них, чтобы они наконец-то смогли похудеть. А такая простая история, просто как закрыть рот и начать двигаться больше, это последнее, о чем человек начинает думать. Вот я, например, была в Одессе. Я сейчас мало достаточно ем, но, видимо, в Одессе я еще когда-то не очень много двигалась физически, и кушали мы мало, но вкусно. Вот. Я приехала, увидела, что я набрала килограмм, да, то есть который как бы мне не нужен. Ну вот, собственно, два дня я питаюсь совершенно по-другому, не пью алкоголь, я, наверное, из алкоголя еще стала набирать вес. Вот. Я просто сбрасываю вес этот, вот знаю, что мне нужно несколько дней для того, чтобы этот килограмм с меня ушел. То есть не продолжаю делать то, что делала, да, точно так же питаться, там, выпивать на ночь опирольчик, а просто меняю свои действия для того, чтобы получить желаемый мной результат. Вот, собственно, и все. Так вот, из-за чего происходят наши жизненные страдания? Да? Из-за того, что мы сами придумываем себе некую картину мира, некую страдальческую картину мира, в которой мы, например, занимаем определенную роль. Ну, например, я ничего не могу поделать со своей жизнью, я хожу на эту работу, сейчас у меня работы мало, я не могу больше заработать денег, мне деньги нужны, я не знаю, что с этим делать. И, естественно, отсутствие денег в большинстве своем у людей приносит дискомфорт при условии, что им эти деньги реально нужны. Когда нужны деньги? Когда ты снимаешь квартиру, да, то есть у тебя нету, ты не живешь с родителями, там, у тебя нету собственного жилья, когда тебе нужно кушать, когда тебе нужно, ну, что-то нужно. Потому что есть такие замечательные люди, которые умудряются жить на минимальные деньги, потому что у них есть собственная квартира, а лучше квартира родителей или кого-то, за кого, где они даже коммуналку, да, там, условно, не платят. Вот. То есть есть некие ситуации, обстоятельства, в которых я выживаю, и, в общем-то, ну да, не очень хорошо, конечно, но по большому счету все можно в жизни себе позволить иметь и не имея этих денег. Так вот, вопрос главный заключается в том, что позволить-то можно все, но почему ты выбираешь себе этот путь страдания? И человек часто наслаждается, говорит, вот денег нету, работы нету, значит, ничего не получается, не знаю, что с этим делать, и при этом ничего с этим не делает. То есть просто ничего с этим не делает. Я обожаю вот эти вопросы, которые появляются. Чем питаетесь сейчас? Вот скажите, пожалуйста, вам даст что-то знание того, чем я питаюсь? Ну вот какая разница? В жизни есть в питании, самая главная штука, есть колораж, который подходит конкретно вам, в зависимости от вашего размера и габарита, да, у меня маленькие габариты, поэтому мне тысячу калорий в день лучше не переедать, если я иду на похудение. Это ключевое. Я могу съесть шоколадку одну за день, могу съесть салатов пять штук за день. Вопрос в калориях, а не в том, что конкретно вы потребляете. Это то, что вы должны понимать. Поэтому данный вопрос. Сегодня я съела шоколадную конфету и сырники. Ну это если вам интересно, как я худею. Но я могу больше ничего не есть за день. Вот в чем прикол. Поэтому история совершенно не про это. История про цель. Давайте, погнали дальше. Я хочу, чтобы вы поняли очень интересную вещь, что вот эти все рамки в контексте того, что у вас нет денег, у вас нет отношений, у вас нет еще чего-то, это ваш собственный выбор. То есть вы для себя приняли, что по каким-то причинам вы не можете строить нормальные отношения, по каким-то причинам вы не можете получать удовольствие от того, от чего бы вы хотели получать удовольствие. По каким-то причинам вы все время ищете проблемы в своей жизни и ограничения. Вот часто такая история происходит. приходят люди ко мне на рерайтер жизни, начинают вроде бы писать, работать, а потом говорят, вот, сегодня столько вылезло за день проблем, сегодня я не могу сконцентрироваться, я не могу найти время, я не могу сесть написать, я не могу, а что тогда ты можешь? Когда я, например, постоянно чего-то не могу, я всё время говорю себе, да, я сейчас сделаю и не делаю, и всё время не могу, я приглашаю себя на разговор, сажаю себя напротив, вот, и говорю, так, Оля, может, включить телефон даже, давай с тобой поговорим, а почему ты, собственно, не можешь? В чём истинная причина? У тебя есть 24 часа в сутках, и, наверное, ты бы могла найти час времени на это, на то, что для тебя важно. Теперь следующий вопрос, а важно ли это для тебя? Очень важно в жизни иметь ориентиры, понимание того, чего вы хотите, каким человеком вы хотите стать, каким человеком вы хотите стать. Чем мы занимаемся, например, на марафоне Рерайтер Жизни? Мы описываем свою идеальную жизнь в деталях, то есть ту жизнь, которой бы я реально хотел жить. Нам очень важно вообще любая проработка, любая проблема, например, в своей жизни, начинается с того, какой результат я хочу получить. Потому что, когда вы знаете, что вы хотите получить некий определённый результат, это как ремонт в квартире, вам нужен дизайн-проект, то есть вы должны понимать, к чему вы стремитесь, тогда у вас будут цели, вы будете понимать, сколько вам нужно заработать, где вам нужно это купить. Цель – это нечто измеримое. В отличие от мечты, я хочу, чтобы всё было хорошо. Это не о чём, это успокоение для собственного самодурства. Всё будет хорошо, всё как-нибудь получится, я верю в судьбу, всё сложится для меня наилучшим образом. А что ты для этого делаешь? Наилучшим образом – это как? Как бы ты хотел? Понимаете, если бы я, например, не ставила себе цель быть стройной, а ставила себе цель просто нормально питаться, я была бы плюс 10 кг. Ну вот честно вам скажу, я была бы плюс 10 кг, вот даже это не обжираясь, просто это был бы мой нормальный человеческий вес. Вот как вот идут женщины вокруг меня. В жизни такая же история. Если я не ставлю себе цель, сколько я хочу зарабатывать, продавать, куда я хочу поехать, где я хочу, чтобы учились мои дети, какие эмоции я хочу переживать, я иду просто по той жизни, которая со мной случается. Ну, случается обычно, знаете, как-то так не особо сильно. Мы обязаны задавать себе некие стандарты, куда бы нам хотелось двигаться, а затем вместо того, чтобы в очередной раз сказать себе «нет», вместо того, чтобы в очередной раз сказать себе «плохо», задать себе вопрос. А если я сейчас скажу себе «нет» или «плохо», меня это приведёт к тому, чему я хочу или нет? Например, я хочу больше зарабатывать денег. Да, вот такая простая история. И мне вдруг говорят, слушай, приходи к нам, не знаю, на собеседование, или нам нужен человек. А я такая смотрю и говорю, ну вы знаете, у меня сегодня нет времени, я сегодня с подружкой встречаюсь, или вы знаете, я устала очень сильно, что-то у меня, ну сейчас лето, вот я осенью приду. Когда я делаю этот ответ, я задаю себе вопрос, а я чего вообще хотела? Я хотела больше денег. А может ли это предложение, вот это действие, если я приду на собеседование, дать возможность мне зарабатывать больше? Может. А почему тогда я от этого отказываюсь? Почему тогда я говорю, что хочу одного, а делаю абсолютно противоположное? Мы, люди, обычно не видим совершенно, что мы желаем одного, а делаем абсолютно другое. Почему мы этого не замечаем? Вот это вопрос как раз к себе, который нужно задать. У нас всегда есть миллион ограничений, почему мы чего-то не можем. Женщина очень часто говорит, я вот сейчас в категории 35+, да, и я часто слышу от женщин, которые вот пишут мне, ну, Оль, ну как, вот мне уже 40, или мне уже 43, или мне уже 38, у меня есть дети, ну, как я могу построить свою счастливую жизнь? Меня всегда этот вопрос очень поражает, потому что в моем окружении есть много людей, у которых трое детей, пятеро и шестеро, которые находились себе там от разных браков, которые находили себе при этом мужчин. Потому что дети — это дети, а ты — это ты. И самое главное — это твое намерение. Если я хочу быть счастливой женщиной, соответственно, я излучаю счастье, и я притягиваю в свою жизнь мужчину. Мужчина, который любит, мужчина, который классный, он принимает меня, прежде всего, такая, какая я есть. Вопрос не в том, примет ли вас мужчина, когда вам 35+, или 45+, вопрос в том, что вы себя не принимаете, вопрос в том, что вы по каким-то правилам решили, что вы уже взрослая женщина и что вы уже так не можете. Это знаете, как вот я сейчас стала активно проводить развлечения в своей жизни, выводить, сказал бы так, выводить, ездить, кататься, гулять с подругами и здорово проводить время. И вот многие начали люди пугаться, говорить, Оля, ну что, что это такое происходит? Ну ты же мать, ты же серьезная должна быть. Ну почему? Да, я мать, да, я жена, у меня есть муж, но я красивая, молодая, юная девочка с потрясающе красивыми ногами, грудью, руками. Чего же я должна одеваться как-то, ну по-дурацки? Я прекрасно выгляжу, я прекрасно себя ощущаю, у меня огромное количество энергии, и что, что мне там 38 через пару недель? Ну что это за цифра? А если у меня впереди, например, я буду жить до 110 лет, получается, что я там где-то только треть своей жизни отживаю? С чего вы решили, что вам необходимо себя хранить, и что вы уже не можете выстроить отношения? Я показываю вам маркировки в контексте того, что мы сами ставим себе эти печати. Так вот, перед тем, как ставить себе эту печать, опять-таки, важно задать вопрос, а я чего в глобальном моменте хочу? Почему я заставляю всех на рерайтере прописывать свою идеальную жизнь? Для того, чтобы вы могли понимать, что если я этого хочу, то действия, которые я сегодня совершаю, меня к этому приведут или нет? Очередное моё нет, я буду сидеть дома, умирать, дохнуть, я никуда не пойду. Очередное моё, я не пойду сегодня бегать, я лучше открою холодильник и буду сегодня жрать, зажираться, потому что у меня трагедия или потому что меня мужик бросил, но он потому-то тебя и бросил, потому-то тебя и бросил, что с тобой скучно, скучно, неинтересно, самой себе неинтересно быть такой, понимаете? Вот для меня, например, если говорить об отношениях, любая ссора, любые моменты, когда начинаются проблемы какие-то в личной жизни, для меня это всегда супер-мотивация выглядеть невероятно круто, вот невероятно круто, то есть я в эти моменты впадаю не в депрессию, в зажор, а наоборот, в голод, в тренировки и в офигенное состояние, чтобы я шла, знаете, как в Одессе, я иду, а моя подруга мне говорит, Оля, не все шеи сворачивают, я прекрасно знаю, что не все сворачивают шеи, я отлично это знаю, потому что я ебашу для того, чтобы чувствовать себя так, и мне в принципе все равно, сворачивают они шеи или нет, я знаю, что моя собственная шея на каком находится уровне, это наша внутренняя уверенность, и это понимание того, что, например, мой ресурс, я себе поставила, что я старой планировать, точнее старой быть не планирую, нет у меня этого в планах, моя маркировка такая, что я всегда супер охуитительная девушка, которая может, позволить себе в любой момент молодого мужчину, очень молодого мужчину, очень старого мужчину, я распоряжаюсь тем, кто находится рядом со мной, дорогой, прости, вот, ну звучит это хорошо, это наш внутренний момент, а многие женщины говорят, ну как, ну я же уже замужем, я уже не могу никуда ходить, я страдаю теперь, как хорошо было, когда я была молодая, как хорошо было, и об этом говорят девочки около 40 лет, как хорошо, когда я была молодая, как хорошо, никто ничего, по сути, нам не запрещает, кроме нас самих, конечно, когда мы превращаемся где-то в тюхочек, таких, знаете, девочек, которые сами себя забивают, приучаем своих мужчин, да, что мы такие, и потом делаем какой-то шаг навстречу к себе, мужчина, конечно, офигевает, он сразу понимает, что что-то происходит, но происходит всегда только одно, должно происходить, это называется любовь к себе, желание выпустить себя на свободу, выпустить себя на свободу, в моем понимании, означает перестать себе врать, перестать проживать чью-то жизнь, которую ты себе придумал, но не в лучшем плане, то есть мы считаем опять мыслями, стереотипами, ну если я родила, или если я там, неважно, если мне уже столько лет, или если там еще чего-то, если я вышла замуж, то все, и вот здесь человек начинает превращаться в страдание, да, в кусок страдания, напоминаю вам о том, что абсолютно не имеет значения, по какому поводу вы страдаете, если вы страдаете, вы излучаете негативную, вот эту низкую вибрацию, и это страдание буквальным образом, как в подводной лодке, очень нравится мне этот пример, все шлюзы опускаются, то есть к вам счастье, богатство, вот все, что идет со знаком плюс удовольствие, да, а удовольствие мы получаем от денег, от возможностей, которые они перед нами открывают, от любви, от классных отношений, у нас шлюзы перекрыты, потому что мы по какому-то поводу страдаем, а страдаем и притягиваем то в свою жизнь, что нам еще больше подтопляет нашу лодку, понимаете, мы все подтапливаем ее, подтапливаем ее, подтапливаем, и начинаем в этом страдании жить, потихонечку ненавидя других людей, и не веря, собственно, в то, что может быть как-то иначе, и это всего лишь трактовка, наша личная трактовка мира, потому что все люди живут в мире, в одном, кто-то в нем преуспевает, а кто-то нет, и разница только в том, что мы просто выбираем, кто-то выбирает путь своего развития, кто-то выбирает путь того, что я хочу что-то в себе открыть, я хочу научиться по-другому, я хочу понять, что со мной не так, а кто-то выбирает ничего нельзя изменить, я буду таким, я буду дохнуть и умирать, и у меня ничего не получится. И вот это уже как бы абсолютно наша с вами, ну скажем так, осознанная или неосознанная позиция, я не знаю, у большинства людей она неосознанная, неосознанная это означает, что человек думает, что по-другому нельзя, вот если выбора нет, если вы в любой какой-то ситуации оказываетесь, и вы считаете, что у вас нет выбора, то это как раз ваш момент неосознанности, потому что выбор есть абсолютно всегда, и когда вы ставите себя на первое место, когда вы начинаете с того, что чего хочу я, какой я вижу свою жизнь, тогда вам начинает становиться понятно, а что нужно делать дальше, потому что самая глобальная проблема, за которой я наблюдаю, это то, что люди боятся понять и четко признаться, чего они хотят. Я люблю наблюдать как за мужчинами, так и за женщинами, очень часто я вижу в людях такой интересный момент, сейчас очень модно тема, ну не то, что очень модно, но как бы нормально считается, что ты должен развиваться и зарабатывать деньги, и вот вокруг меня, конечно же, большое количество людей, которые любят со мной поговорить на эту тему и спросить меня, ну вот как мне зарабатывать, ну подскажи мне, и я абсолютно начинаю включаться и говорить кучу идей всяких разных, ну сделай вот так, вот так, что ты любишь, что тебе нравится, давай, и вот я вижу, как люди загорают с этой идеей, и ровно через два дня люди газ, ровно через два дня, когда я начинаю задавать вопросы, я сначала могу слышать что-то вроде там того, что ой, сейчас как бы немножко занят, немножко мне не до этого, говорит человек, а потом человек возвращается в свою жизнь, абсолютно нормальную, и даже часто я вижу, как люди наслаждаются собственными страданиями, то есть наслаждаются, вы знаете, вот в упор, это как женщина, которая повращается, например, и говорит, Оля, я хочу похудеть, я открываю ее холодильник, и говорю, смотри, вот тут у тебя стоит торт, ты его как ешь, она говорит, я его по утрам ем, по половине, я говорю, так, хорошо, что тут у нас дальше на полке, стоят макароны, по-флотски, с мясом, я говорю, а это ты когда ешь, она говорит, это на обед я ем, потом я говорю, окей, хорошо, а что у тебя на ужин, она говорит, на ужин у меня диетическое, у меня, значит, гречка, на ужин у меня котлеты, вот, на ужин, и салатом я это заедаю, вот, ну, у меня еще есть полудник, но там я обычно больше трех конфет не съедаю на полудник, ну, еще фрукты иногда ночью, если хочется есть, я смотрю на этот ее холодильник, и говорю, так, слушай, подруга, ну, во-первых, у тебя тут колораж 5000, это тебе на неделю должно быть, во-вторых, так дело не будет, она говорит, правда, я считала, что я немного ем, но тут же, ну, сколько там того тортика, ну, сколько тех макарон, я перекладываю весь холодильник, значит, разбираю, завожу туда другие продукты в другом количестве, говорю, все, будешь питаться так, она говорит, точно похудею, я говорю, конечно, похудеешь, она начинает так питаться один день, второй день, на третий день я к ней прихожу, и вижу, что в холодильнике снова стоят те же продукты, я ее спрашиваю, а что случилось, она говорит, ты понимаешь, два дня я так ела, и не похудела совсем, и я поняла, что у меня это вызывает страдания, что я не хочу, в общем, я вообще похудеть хочу, но не сейчас, потому что сейчас у меня немножко другой период в жизни, а потом я обязательно похудею, и вот она продолжает так питаться, ходить по другам, рассказывать о том, что ем же я немного, очень странно, что я не могу похудеть, очень многие из людей, такое интересное замечание, любят наслаждаться страданиями, то есть ключом является то, что человеку нравится наслаждаться страданиями, конечно, неосознанно, то есть, конечно, он не думает о том, когда он это делает, что я это делаю потому, что мне нравится наслаждаться страданиями, Но на подсознательном уровне он всё время, чтобы как бы не разруливалось, он всё время находит причины для того, чтобы ему было плохо. И когда ему плохо, у него есть ощущение, что он живёт эту жизнь, что он живой и важный человек. И, кстати, я часто замечаю, что люди переключаются на страдания именно тогда, когда боятся развиваться. А боятся развиваться, потому что не хотят напрягаться. Потому что заставить себя напрячься, заставить себя что-то сделать новое, это ужасный выход из зоны комфорта, и люди на что-то переключаются. Кто-то переключается на личные драмы, кто-то переключается на проблемы со здоровьем. И, кстати, в этом очень сильно помогают людям дети. Я такие примеры знаю. То есть когда начинают заболевать дети, и люди начинают собирать какие-то сумасшедшие суммы денег, и вот у них уже появляется эта проблема. Очень хороший вопрос, как это всё устранить. Вот понимаете, всё начинается с азбуки. То, собственно, чем занимаюсь я, в чём помогаю я. Этим я и помогаю. Есть несколько определённых шагов, которые нам необходимо сделать для того, чтобы мы могли начать выстраивать свою жизнь заново. Я взяла таким своим слоганом «перезапуск жизни». То есть мы с вами, когда приходим в мир, мы живём некой жизнью. Нам кажется, что это наша жизнь, но по сути это жизнь, которую нам передали по наследству. То есть нам передают некие убеждения, которые у нас сформируются, нам рассказывают. Вы приходите в музей, вам рассказывают. Вот эта картина написана этим художником в таком-то году, он там жил в таком-то доме. И вот вы уже чётко знаете, что это за картина. Вопрос, а реально ли она написана этим художником? А реально ли художник хотел это сказать? В этом ли году она написана? Кому она посвящается? Вам, как сказали, вы это приняли взаправду. То же самое происходит с нашей жизнью. Нам, как сказали, так мы и приняли. Но мы с вами можем сами, как на чистом холсте, выбрать для себя что-то, всё, что мы захотим, и сами маркировать это со знаком «это хорошо». Вы знаете, такой есть очень яркий пример. Я познакомилась со своим супругом, когда он был женат. Естественно, ситуация со знаком «минус». Мужчина женатый, двое детей, 12 и 6 лет, жена 10 лет в браке. Ну, сразу же ситуация со знаком «минус». Согласна? Ну, сразу же «минус». Появляется девушка на 20 лет младше. Ещё один «минус». То есть, с позиции общества это отвратительно. И мужчина уходит к молодой любовнице. Ну, вот так. И бросает, вот это слово, бросает тварь своих детей. Ситуация со знаком «минус» просто в миллиард раз. Если мы на это смотрим с позиции осуждения, с позиции обычного человека. Отвратительная ситуация. Любовница – тварь. Жена – жертва. Он – козёл, которому надо было куда-то что-то засунуть. Да, так у нас обычно говорят. Детей, сука, бросил. Вот ситуация не то, что неоднозначная. Более чем. Это трактовка общества. Теперь смотрим. Мы сейчас семья, 14 лет в браке, двое прекрасных детей, два отличных бизнес-партнёра, два человека, которые помогают огромному количеству людей менять свои жизни. Смотрим на эту пару. Офигенная пара. Классная. Все говорят, вау, какая у вас пара, какие вы партнёры крутые. Как вообще мы вам благодарны. Любую ситуацию можно трактовать по-разному. Если бы мы тогда с Сергеем трактовали её так, что мы разрушаем и разбиваем семью, что мы делаем больно бывшей жене, что у нас страдают дети. Мы это взяли, что мы соединяемся, мы нашли друг друга. И мы максимально постарались эту ситуацию, насколько это было возможно, разрулить. Потому что всегда в ситуациях, что бы вы ни делали, кто-то будет страдать. Ваша мама хочет, чтобы вы были врачом, а вы боитесь медицину. И вы говорите маме, мама говорит, «Ты будешь учиться в медучилище». Это было так с моей мамой. Вы говорите, «Нет, мам, я не буду, уезжайте». Ваша мама в страдании. Она страдает. Вы маме сделали больно. Мама всю жизнь вас вырастила, родила, мечтала, чтобы вы были врачом, а вы сказали маме нет. Вы не уехали. Вы остались и сделали, как хочет мама. Вы проучились много лет в мединституте, но вы несчастны, вы ненавидите, вы не хотите быть врачом. Вы сделали плохо себе. Вот знаете, люди все, которые, наша главная проблема всех людей, это то, что мы пытаемся всё время повелевать другими. не принять их и открыться им, а повелевать ими, рассказать другому, что ему нужно сделать. Вместо того, чтобы сфокусироваться на себе, мы начинаем манипулировать, управлять другими людьми, обвинять их. «Ты делаешь не то, что я хочу, ты теперь плохой», навешивая постоянные эти чувства вины. И вот в этом и есть проблема. «Как ты могла связаться с этим мужчиной?» говорит мама. «Почему ты не вышла замуж за этого?» говорит она. «Уже все соседи меня спрашивают, когда у тебя будут дети, а у тебя детей нету». И вот эти вечные ярлыки, которые мы друг на друга перепрасываем, обвиняя друг друга, это наша любимейшая игра, обвинить в чём-то других, вместо того, чтобы сфокусироваться на себе. Вместо того, чтобы сфокусироваться на себе и спросить себя, «А я-то чего хочу?» «Я же у себя один». Вы знаете, я очень нетипична вообще в трактовке межличностных отношений и всего остального. Я считаю, что ключ ко всему – это тот счастливый мальчик или девочка, которые живут внутри тебя. и если тебе в жизни для счастья тебе лично нужно что-то, что не принято обществу, я считаю, что лучше это сделать, чем страдать потому, чего у тебя нету, только потому, что какое-то общество сказало, что это есть плохо. Вот моя трактовка событий такова во всём. И всегда я стараюсь поставить себя на первое место. Все говорят, ну это же эгоизм. Да, это эгоизм. Но есть эгоизм, когда ты ставишь себя и намеренно делаешь больно другим, а есть эгоизм, когда ты просто понимаешь, что если в этом случае тебе будет хорошо, это просто честность. Это не эгоизм. Это честность по отношению и к себе, и к другим. Я считаю, что, например, со стороны моего мужа было честным сказать своей бывшей жене, что он полюбил другую женщину и хочет с ней жить. И гораздо более нечестным было бы заставлять её думать о том, что когда он принял решение от неё уйти, что на самом деле, значит, он ещё не принял такого решения, что, может быть, ещё он иногда будет приходить. И вот это как раз и есть гораздо более нечестной историей. То есть когда мы принимаем какое-то решение или когда мы понимаем, что нам нужно принять это решение, его необходимо принять для себя, каким бы оно ни было, как бы сложно нам ни было, но это всё равно будет гораздо легче и гораздо честнее. Вот это как бы моё видение ситуации. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы выпустить себя на свободу и о том, что делать, да, моя методика такова. Первое, необходимо вообще разобраться с тем, какую жизнь ты хочешь. Не в контексте того, знаете, как в ремонте, да, я люблю этот пример, ты пришёл в квартиру, там что-то стоит, и ты теперь, исходя из того, что в этой квартире есть, можешь что-то переставить. Нет. Наша задача на свою жизнь посмотреть так, зайти в квартиру, выбросить всё нахрен из неё, всё разобрать, посмотреть на пустое пространство и теперь сказать себе, а как я хочу. Может быть, даже эта история не про квартиру, а про дом. Разрушить его. То есть не перестраивать старые, маленькие, тесные, узкие комнаты с протёкшими унитазами, а всё нахрен срубить и подумать. Я не говорю так сделать сейчас буквально со своей жизнью. Я говорю так сделать в своей голове. Поэтому на «Рерайтере жизни» мы пишем книгу. Мы описываем свою жизнь по моей собственной методологии, с помощью медитаций, с помощью различных погружений, отвечая себе на вопросы, как я вижу каждый этап своей жизни, то есть не этап, наверное, каждую сферу своей жизни. Какие должны быть для меня классные отношения, с каким они должны быть человеком, каким я должна стать человеком, какой я хочу себя видеть. Очень часто женщины или мужчины говорят, я по жизни какой-то затюканный, я какой-то стал вообще, как будто бы это не я, а ты какой? У нас же никогда нет времени подумать о том, какой я, нам же надо решать дела, у нас маршрутка ждёт, вот ещё что-то ждёт, кран протёп, ужин, дети, собаки. Вот это первый момент. Очень важно создать свою модель жизни. А затем второе. Нам необходимо понять, а почему, вообще каким образом формируется наша реальность, почему со мной случилось то, что случилось. Мы уже с вами, местами кто-то, а кто-то глубоко слышит и понимает, что если мы имеем возможность, мы находимся с вами в пространстве энергии с помощью своего сознания, своих мыслей, формировать то, что с нами происходит, и по сути мы уже это делаем, вот эту всё странную жизнь, которая с нами происходит, это мы её притянули, мы её создали вот здесь. А как можно нормально сделать? Вот это, знаете, это как вот есть тесто, да, или есть продукты. Вот кто-то делает из них кулинарный шедевр, а кто-то из них делает стрипню. Продукты одни и те же. Это вопрос, а как? Как это делается? Мы делаем стрипню, потому что мы никогда не задавались, а как это делать по-нормальному? Как вы это делаете? И то, каким образом мы можем управлять, и как, точнее, как мы уже управляем, с помощью своих мыслей, своим пространством, вот этому я и учу. Это я и объясняю, потому что, когда вы один раз начинаете понимать, каким образом то, что вы думаете и чувствуете, влияет на вашу жизнь, вы в какой-то момент начинаете делать осознанный выбор. У меня для этого есть множество упражнений, практик. Ну, например, смотрите, когда, например, вот такое чувство, как зависть, да, очень такое распространённое явление, зависть, иногда начинаешь завидовать, сам того не понимая. Давайте рассмотрим зависть с точки зрения энергии, не зависть, ситуацию. Мы завидуем чему-то. Например, нашей подруге подарили автомобиль. Вроде подругу любим, и всё, но, блин, ей подарили автомобиль. Она встречается не так давно с парнем, он ей подарил автомобиль, а твой не может тебя на море в Одессу свозить. Обидно, да, согласитесь, обидно. И вот вы вроде бы радуетесь за подругу, но ничего не можете поделать, у вас злость. И вы злитесь, и у вас ещё туфель сломался. Вы ещё больше разозлились, на платье кофе вылили. А у подруги пруха. Ей подарили ещё потом бизнес новый, муж купил ей новое платье, а любовник подарил ей новые велосипедки. И вы нифига не можете понять, ну, что за история, почему ей так везёт, а мне так не везёт. Вы злитесь на неё ещё больше, ненавидите её платье, её велосипедки. И, короче, у вас ещё пришли соседи, протёк потолок, у соседей потоп. Злитесь ещё больше. Почему у неё полоса везения у вас нет? А я вам объясню. Потому что вы не знаете очень простого правила, что когда мы с вами что-то чувствуем, а чувствуем мы путём мыслей, да, мы что-то подумали и что-то почувствовали, когда мы с вами что-то чувствуем, мы излучаем эту энергию. И вот когда мы смотрим на подругу и злимся, завидуем, нам плохо от этого, наша энергия идёт со знаком минус. И мы все ситуации и обстоятельства, которые гуляют по улицам разные, там гуляют, аварии гуляют, болезни гуляют, там сломанные каблуки, они видят, что мы со знаком минус, а они все к нам бегут. А подруга-то радуется, у неё машину подарили. И все, кто там, платье, деньги, успех, все говорят, о, это наше, это наше, она радуется, и они все к ней, тр-р-р-р, со знаком плюсик. Мы злимся ещё больше, к нам ещё больше минусиков, как тараканы сбегаются на нас, как ночью, я помню, я жила в квартире, когда свет выключаешь, они все бегут. Открываешь и видишь, включаешь свет и видишь кучу тараканов. Так вот, такая же движуха. У нашего сознания есть такая интересная опция. Оно не знает, чему именно мы радуемся или огорчаемся. Ему всё равно, вы радуетесь тому, что вам подарили машину, или ваши подруги подарили машину, ему вообще всё равно. Оно говорит, а, радость, плюс, все плюсики к нам бегут. Говорит, а, минус, минус, тогда к нам бегут все минусики. О чём это говорит? А это говорит о том, что если вы вместо того, чтобы завидовать подруге, начнёте за неё радоваться, вы начнёте притягивать в свою жизнь успех. Вы говорите часто, «Мне в жизни нечем радоваться». Вам в жизни нечем, может быть, радоваться. Но, окей, порадуйтесь тому, что вы проснулись, порадуйтесь тому, что у вас правая рука работает. Прикиньте, если бы у вас правая рука была в гипсе. А если бы вам ампутировали правую руку, вы бы как? Что бы вы готовы были отдать, чтобы она у вас появилась? Не причина для радости, что у вас есть правая рука и левая. Две руки одновременно у вас есть. У вас есть два глаза. Наденьте чёрную повязку и походите хотя бы полчаса по квартире, как слепой. Потом снимите её и порадуйтесь, что у вас есть глаза. Радоваться можно всему. Вы должны понимать очень простую штуку, что подключаясь в нашем пространстве энергетическом, всё есть энергия, просто всё есть энергия. И вы можете намеренно с помощью сознания подключаться. Когда вы проходите и видите дорогую машину, которую вы хотите иметь, вы подключаетесь и радуетесь, что её же уже имеют, эта машина есть, уже кто-то ездит на таких машинах, значит, я могу, как круто, какой замечательный человек ездит на этом автомобиле, я тоже такой замечательный человек, я тоже буду ездить на такой машине. Вы заходите в магазин с дорогой одеждой, и вместо того, чтобы злиться, вы начинаете примерять эту одежду, неважно, с дорогой, с такой, какой вы хотите. И говорите, как здорово, что есть эта одежда, как много людей стоит и покупает эту одежду, и я буду покупать эту одежду. Это же замечательно, вот девушка вышла с целым пакетом, я тоже буду это делать. И вы заметите очень интересную штуку, что когда вы начнёте свой мозг контролировать на вот этих высоких вибрациях, в вашу жизнь начнут приходить маленькие чудеса, а после маленьких и большие. Так вот, это одна из практик, одно из упражнений, и одно из объяснений того, почему, например, нам вредно испытывать любые негативные состояния. И в этом случае, когда вам сильно захочется позавидовать подруге, раньше вы этого не знали, а теперь знаете, вы подумаете, так, если я сейчас начну ей завидовать, ко мне придут минусики, я притяну в свою жизнь все ситуации плохие, зачем мне это невыгодно, я лучше искренне за неё порадуюсь, как здорово, если у неё есть, у меня тоже может быть. И вот у вас уже появляется абсолютно новая искренняя эмоция, радостная, классная, ваша подруга удивлена, вы радуетесь за неё искренне, вы себя чувствуете совершенно иначе, и вы видите, как ваша жизнь начинает потихонечку меняться. Конечно же, нам необходимо будет вычистить все ваши программы, ну, какую-то их часть, которые в вас живут, ограничивающие ваши программы, где вы считаете, что вы чего-то там недостойны. Вот сейчас у меня будет марафон «Закон и денег», мы как раз там занимаемся в течение 10 дней нашими программами в контексте денег, потому что многие, кто приходят, говорят, «Да нет, у меня с деньгами не так всё нормально». А когда мы начинаем прорабатывать наши убеждения, когда мы начинаем прорабатывать наши мысли по поводу денег, нашей ситуации, мы видим, что на самом деле мы эти деньги так затюкали. Я всегда предлагаю представлять деньги в роли партнёра, вроде мужчины или женщины, в зависимости от вашего пола, и когда вы начинаете понимать, как именно вы унижали эти деньги, как именно вы всё время прятали, приземляли, стыдились их и наговаривали на них плохие вещи, вам становится очень понятно, почему эти деньги не хотят с вами дружить. Поэтому, если у вас есть вопросы с деньгами, обязательно приходите на «Закон и денег», 17-го числа он стартует, офигенный марафон с огромным количеством чит-листов, проработок, он очень легко проходится, потому что я все самые сложные задачи сделала за вас, вам необходимо будет ставить себе крестики, нолики и прочие штуки, но он очень круто прорабатывает. Это стоит совсем недорого, я специально сделала его таким массовым, литгенным для того, чтобы вы могли увидеть, как это всё круто работает. Поэтому вот эти вещи, они и позволяют, когда мы из состояния незнающего человека, как с нами всё происходит, превращаемся в знающего человека. Когда вы плывёте по течению и просто реагируете на то, что происходит с вами в жизни, плохо, хорошо, не знаю, устала, почему так по ещё, вот вы оказываетесь в этой жопной яме, понимаете, и не понимаете, как это разрулить, и считаете, что что-то надо сделать, попросить Бога, гадалку. Нет, нет, нужно начать с себя. Я не буду говорить, что я могу быть вашим Богом или гадалкой, я могу вам просто рассказать и научить, каким образом устроено всё в нашем мире и каким образом вы можете управлять этой реальностью. Конечно, это не супер просто, но автомобилем тоже не супер просто управлять, но тем не менее, несколько месяцев практики, и вы увидите, что ваша реальность становится куда более управляемой, нежели чем она была раньше. Вот так это устроено. Наш эфир подходит к концу. Я хочу всем напомнить, что 17 числа стартует мой марафон «Закон и денег». Приходите обязательно, если вам эта тема интересна. В моём основном профиле Ермилова Ольга есть ссылка на мой сайт, и там есть ссылочка на все проекты. Конечно, приходите на «Рерайтер жизни». 1 августа стартует новый поток, потому что это невероятный марафон, который, поверьте, даст вам гораздо больше, чем всё то, что вы проходили в течение всей своей жизни. Структурировано, интересно, с максимально живыми примерами, которые входят в вашу голову. И я могу вам сказать одно. Ваша жизнь такая, как вы о ней думаете. И вам только кажется, что вы думаете о ней хорошо. Вот очень часто мы также смотрим на свои отношения и думаем, ну, у нас же всё хорошо в отношениях, но при этом чувствуем себя несчастными почему-то. Так вот, лучше инвестировать один месяц своего времени в то, чтобы разобраться с этим, нежели постоянно уговаривать себя и говорить о том, что всё нормально, всё как-нибудь разрулится. Спасибо всем огромное за то, что были на этом эфире. Я буду вам благодарна, если вы оставите комментарии. Мне всегда интересно почитать, узнать, что вам было полезно, а что нет. Ну и до встречи на следующих эфирах.